так сейчас мы сперва забросим доночки Ведерочка у тебя специальная Сейчас попробуем насадить червячка и кукурузу Я сейчас попробую червяка с кукурузой насадить Сейчас его еще опариком немножко придавлю чтобы он никуда не делся Сейчас наденем кукурузку и посмотрим Ага Ты дальше бросаешь? Да, наверное чуть подальше Ну может быть метров на пять Вторую надо закинуть Сейчас начнем с доночек А потом уже будем пробовать на классику ловить Надеюсь что-нибудь сегодня мы допоймаем Дима он уже отловился Разловился Три рыбки Поймал Причем Он ловит на флет И подлещики неплохие попались Сюда мы сейчас другую прикормку Зальем Такую лепешечку Супер Супер Сейчас посмотрим Пойдем. Так, была первая поклевка, но рыба отсоединилась. Поклевка была похожа на червя, сейчас мы еще разочек повторим процедуру, наденем червячка, закинем, заклипсуем дистанцию, чтобы кидать приблизительно в одно и то же место. И начнем разбирать классический фидер. А может и не начнем. Может посвятим сегодня флэт рыбалке. Что там, Дим? О, рыбка есть. Таких вот мы берем на грудь. Так, сейчас я закину. Мне вот свой. Что это-то не знаю. Так, отлично. Это и есть. Дальше пойдем разбирать фидер. Дальше пойдем. Дальше пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И классический фидер Сейчас мы, как я уже сказал, приехали, разобрали вещи Не стал я снимать это Закинул я пружины Фидер пока что только кормлю На фидер поклевок не было, потому что не ловил Были поклевки на пружины Вытащил я одного подлещика Одну густерку У Димы были поклевки на Флет С пенопластом В целом рыба клюет Довольно хорошо Сейчас посмотрим, что на классику Конечно, я ставлю На нее Донки это Пружинки для души, скажем так Мало ли что клюнет А непосредственно фидер Это то, зачем мы сюда приехали По корму Что могу сказать На классике У меня состав Турбофидер Дунаевский Двойной кориандр И каша Но летний состав На самом деле Такой же, как мы использовали На щебенке Потому что Вода здесь Довольно теплая В Курчатовском Водохранилище Кто не знает Это охладитель Реактора Как я понимаю На Курчатовской Атомной станции Там у нас лазит Еще один рыбачок Ждет Когда ему Рыбку Дадут Вот В общем будем Сейчас кормить Ловить Смотрим Что будет дальше Я надеюсь Что сегодня Будет удачная рыбалка Попробуем Заснять поклевки Ну и все Что будет интересно Смотрим На данный момент Вот Произошло Уже Три исхода У меня Какой-то рыбы Не знаю Один раз Лещ Был Потому что Поводок Маленький Пришел Слизи И два Не знаю Слизи не было Ну Какое-то сопротивление Было интересное Не знаю Что за рыба Конечно И один уже Оторвали мне По папчик Маленький Может быть Конечно Я плохо завязал Не знаю Сегодня первый день День экспериментов День проверки снасти Пробовал ловить На ватные палочки Но на ватные палочки Как-то не пошло Я думаю Просто Дело в том Что ватные палочки У меня прозрачные А надо ставить белые Они имитируют Как бы опарыша И не знаю Рыба их клюет А прозрачные Она не видит Просто Что в себя всасывать Посмотрим Курчатовское водохранилище Мне кажется Идеальный водоем Для таких экспериментов Можно еще Если у нас будут Каникулы Длительные Съездить Проверить В Макву На Олимпийц Подальше Зашвырнуть Там где-то На 55 И 60 Метрах Есть пятно ракушки Вот на него Попробовать Половить На глубине Посмотрим Увидим Что будет Сейчас прицепим Поводок И начнем Наконец-то Ловить Ветерок Поднялся Я надеюсь Он сильно Нам не помешает Так что Что у нас По поводкам Поставим Наверное 0,12 0,12 На 14 Крючке Где-то 80 Сантиметров Длина Его Ну посмотрим Как будет Клевать Если что Увеличить Уменьшить Проблем Никаких Не составить Ловлю я На Инлайн Монтаж Бегущие Ранинки Не знаю Как он правильно Называется Скользящий Сейчас покажу Вот такой Монтаж Отводик Из фидергама Скользящая Кормушка И здесь Концена Фидергаме Узелок Для того Чтобы Крепить Вот так Удавочкой Поводок Это очень удобно Он ни разу Не подводил Ни разу Не соскакивал Сейчас мы Начнем Ловить С опарышей Также есть У нас Еще Кормовой Мотель Посмотрим Как рыбка Будет Отзываться Тогда Уже Будем Принимать Какие-то Решения Начнем С классики Один Белый Один Красный Опарыш Стрель Ужимолет Рept Стрель Лук Аната Ужимолет Аната Немного Ребят интересно забросил и уже случилась поклевка не знаю есть там рыбы нет непонятно по-моему нет занят что то есть как раз коту рыбеха самый раз я думаю ход будет доволен кот вот рыбу любит не зря он тут ошивается не стал грудинку есть ну правильно потому что он тут тоже знаете ли рыбак своего рода второй заброс с первого заброса клюнула мелкая рыбеха нам такую не надо нам надо хороший вещь чтоб клюну но заброс рыбка заброс рыбка вот это я понимаю дим подтяни чуть чуть правы это ага спасибо да походу опять кошки да вот такая плотвичка попалась неплохая может быть если будет клевать такая плотва то и не нужен и плещ вовсе нам дадим с такой плотвой лишь не нужен продолжаем белый красный вот так вот так вот так вот так клюет на каждом забросе концентрация рыба довольно плотно но что-то мне подсказывает что очень мелко сейчас посмотрим сошла по моему рыбка было было видел рыбку но она хвостиком вернула и сошла возможно еще сделал покороче поводок сейчас посмотрим вот ты съел рыбку сейчас я тебе еще поймаю мурчик ты ее спрятал или съел он твои амурчик дим посмотри на мурчика да похоже на то да на мурчик короче сегодня работаем на мурчика задача наловить ему на сытый на сытые выходные очередная поклевка что-то там сидит наверное опять мурчику кушанье посмотрим мурчик довольно быстро расправляется со своей едой на удивление надо густерочка на верхний крючок который находится выше корму на кукурузе у тебя два крючка получается я поставил два крючка попробую дал один крючок был выше кормушки другой получается кормить крему наверх на кукурузу да интересно я поменял поводок сделал короткий поводок и сейчас еще поменяю кормушку потому что у меня на каждом забросе клюет мелкая густера вот мурчик пришел нет писать ты пролетел сейчас мой мурчик поймаю сейчас поставлю кому с кормушечку поменьше объема вот у меня тут были малышенькие кормушечки вот она в надежде что подойдет кто-то покрупнее бульк очередная поклевка поставил кукурузу с опарышем в надежде на плату потому что я так чувствую леща там не было и нет вряд ли будет а вот плату половить было бы неплохо сейчас посмотрим кто позарился вот вот это уже другой результат совершенно вот такой батончик на кукурузу с опарышем это уже хорошо попробуем продолжить эксперимент такой плату и лишь не нужен как я уже говорил ну ничего себе обещала так провозила серьезно мурито на мурчик дурин он валяется вот мурчик мурчик в мурчик 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 Первый такой, да, Арка? Да. Я не понимаю, что происходит. Там нет ничего, по-моему. Да у меня вот такая же, один в один. Так, ладно, сменим тактику. Сейчас поставим большую кормушку и будем кормить кормовым мотылем. Потому что куда-то же его надо деть. На рыбалку я поеду не скоро, он у меня не доживет до следующей рыбалки. Поэтому, что, будем экспериментировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сделать с этой густерой, надо менять точку. Сейчас попробуем поменять точку. Сейчас решил изменить немного снасть, 40 грамм кормушка для такого ветра и такой дистанции все-таки легкая. Взял у Артема 60 граммовый флет, поставил его скользящим. Я не знаю, какие-то потяжки есть, пока не засекается. Если сейчас еще две поклевки таких будет, потяжки, протяжки не засечется, поставлю все-таки флет глухой. Чем мне сейчас скользящий флет нравится тем, что быстросъем очень удобно менять по лакхитам и удобно. Ну, если что, перевяжем сейчас на вертлюжок, на стандартный, который идет в кормушке. А так рыбалка на пенопласт достаточно интересная. Пробовал я до этого ставить один крючок с пенопластом, один крючок с кукурузой. И самое удивительное, что поклевки быстрее, да, происходят, но клюет на кукурузу мелкая мастера. Один подлещик всего лишь попался, так, из 5-6, по-моему, рыб. А так вот только заброс, клюет сразу мастера. Убрал кукурузу, ставил опять чистый пенопласт, клюет там раз в 5 минут, но рыба крупнее. Та, которая не воспринимает пенопласт как кормовой объект. Непонятно, конечно, почему она клюет, но, по крайней мере, нет мелочи. У Артёма поклёвка в берег. У Артёма плотва плотва сегодня первый раз у нас на эту снасть да опа 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 это есть или нету как реально 7 минут хватает для того чтобы понять есть рыба там на точке или нет подойдет на кормушки или нет что это такое я слушая либо этого лист из леща я реально это селитер это я селитера поймал ё-моё о чем он клевал интерес и это даже странновато как-то селитер купался это скорее всего я за бокал цепанул и выдрал изнутри витрище как ну что фидер я собрал потому что на всех рубежах куда я могу докинуть сожалению стоит густера мелкая а кот ушел кормить никого поэтому решил долавливать уже на донке на пружинке высыпал сюда прикормку с мотылем на донке вроде малость поклевывает сейчас посмотрим конечно рыбалка сегодня не такая как хотелось крупная рыба не было мелочь одолела посмотрим может быть одна надежда на донке половин где-то еще часок-полтора и поедем домой самое время выпить кофе покушать бы еще неплохо сейчас разогреем консервы из МЧСского СУПК и перекосим отдых на природе мне кажется надо помешать все-таки наверное так может ее уже пора снять нет она внутри холодная пахнет вкусно вот это что-то это шорпичит ага так сделать А? Англия. Вот. Британский. Ага. Я вспоминаю, где моя ложка была. Британская вилка. Вот. Перец. Это же другая. Такая же. А чего в тесто половине было? Были. Бери эту тоже. У. 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 Ну что. Мы перекусили. Забросили. Еще раз. Снасти. Будем ловить. Как я уже говорил на донке. Ветер поднялся сумасшедшим. Вот. Поэтому не только донке. Попасть тяжело в одну точку. Ну и так уже будем долавливать. И скоро будем собираться. Поплевочка на донку. Поплевочка на донку. Посмотрим. Кто там. Подлещик. Это хороший знак. Вот эти мини бойлы. Работают блин только здесь. Нигде они у меня не работают. Так. Только здесь. Только здесь. Ормон. Да. Все-таки рыбалка на донке. Имеет свои плюсы. Можно даже с закрытыми глазами сидеть. Кайфовать. От того что находишься на природе. А когда будет поклевка. Что-нибудь запищит. Даже если не используют сигнализаторы. Можно повесить колокольчики. Тоже неплохая вещь. Иногда хочется выехать. Половить на колокольчике. Но это надо ехать на сутки. Или с ночевкой. Чтобы можно было. Чем-то параллельно заниматься. Потому что. Доночная рыбалка. Все-таки от фидерной. Отличается. Тем что ты. Процентов. На 70. Меньше. Не то что увлекаешься. А занят непосредственно на природе. Именно рыбалкой. Забросы редкие. Не реже чем раз в 10 минут. До того в 20-30. На фидер конечно ты постоянно прикован. К снасти. Визуально ты наблюдаешь поклевку. По кончику. Можно конечно. Поставить колокольчик. Но это. Уже будет не то пальто. А так в целом. Тоже кайфовая рыбалка. На карпика съездит. Но. Опять. Повторюсь. Что. На это. Нужно время. А времени. Последние. Года. Что-то становится. Все меньше и меньше. На рыбалке. В этом году. В начале сезона. Я ездил на. Двух. Двух. Суточную рыбалку. На карпика. Я ездил на рыбалку. И все. И больше с ночевкой я не ездил на рыбалку. Надеюсь в следующем году это исправлю. Дочка подрастет. В этом году приобрел палатку. Семь. Для семьи. Большую. Чтобы можно было выбираться на двое суток. С женой. С детьми. И тогда наверное будет побольше времени. И как раз можно будет заняться и доночками. И флет фидером. Мы будем надеяться на следующий сезон. Хотел я в этом году палатку испробовать. Обкатать. Но как раз мы после отпуска планировали поехать на на двое суток на рыбалку с семьей. Но так получилось что после отпуска приехал заболевший. И пока лечился отпуск собственно говоря и кончился. И так я палатку даже не разобрал. Не знаю как она. Если у кого то есть такая палатка поделитесь в комментариях. Как она вам. Убирал я ее долго. По некоторым критериям. Может быть в каком нибудь видео расскажу свое мнение о ней. Как только она мне появится. Также в палатке приобрел матрас большой. Чтобы удобно было спать. Мне это в принципе без разницы. Я могу на раскладушке поспать. А детям, жене хочется конечно комфортно. Ну я понимаю прекрасно. Мне тоже хочется чтобы там было комфортно. Ну это все уже на следующий год. Я вот записываю, записываю. А мне интересно вообще хоть что то слышно будет из-за ветра. Или нет. Потому что ветер ужасный. Ну заодно потестим микрофон. Ну что, вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Итог. После фидера и донки. Ну небольшой. Сейчас съесим посмотрим сколько там будет килограмм. На самом деле прикольно половили. Ловля на донки интересная. Когда не работает фидер или работает только густера. Тогда есть смысл переходить на арбузы. И по старой древней классике с кашей. Ну добавить пелец на насадку. Такая дистанция еще была у нас сегодня. Да. Точно тяжело было кормить точно. Так и бедно. Поэтому это донка. А ты ее забросил. В принципе на донку клевало в течение 5 минут. Стабильно. Там не надо было выжидать по 20 минут. По часу. По всему остальному. Да. То бишь клевало как на классический фидер. Я думаю. Чуть-чуть усовершенствуем все в крышках. Да? Маленькую папочку. И у нас будет результатив еще лучше. Продадим эти фидеры. Спортивные. Донка. Донка рулит. Не. Крокодилы не. Они очень тяжелые. У меня были. Я их продал. Крокодилы у меня были. Но они нереально тяжелые. Сама палка крокодил. Есть аналоги крокодилов я видел в магазинах. Они весят нормально. Ими еще можно работать. А вот именно крокодил они нереально тяжелые. И кайфа никакого нет. Тащить леща приблизительно так же как я на сквадрон тащил. По 0. Как я на сквадрон на свой сегодня тащил вот этих лещей. Я их не чувствовал. А на крокодилы еще меньше ощущения. Поэтому нет. Крокодила точно нет. Норма на 1 кг. Норма на 1 кг. Норма на 1 кг. Возьмем 2 кг. Голову подсачек. Ну неплохо. Ну просто еще мы выпускали кота накормили от души. Кота еще накормили. Это точно. Да. В целом. Блин. Круто день провели сегодня. Я надеюсь что мы еще приедем в этом году. сюда же. Ну может место другое. Но на водоем на этот вернемся. Вот. Поэтому подписывайтесь. Ставьте лайки. Дизлайки не ставьте. Дизлайки плохо. Лайки хорошо. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока. Пока.